Доктор Кэролайн Лифф Доктор Кэролайн Лифф Доктор Кэролайн Лифф У вашего мозга огромный нераскрытый потенциал. О чем бы вы ни думали, это станет физической материей, и вы будете действовать, исходя из нее. Вы можете обновить свое мышление. Вы можете разрушить круг токсичного мышления. Вы смешиваете несовершенное с совершенным, чтобы уловить несовершенное и избавиться от него. Теперь в своей собственной программе она покажет, как контролировать свои мысли. Добро пожаловать на программу «Включите свой мозг» с доктором Кэролайн Лифф. Как токсичное мышление влияет на вас, на дух, на душу и тело? 350 миллионов людей по всему миру страдают от депрессии. Более 40 миллионов людей в США страдают от тревожности. От суицидов гибнет больше людей, чем от автокатастроф. 75-98% современных психических заболеваний вызваны мыслями. Вы строите токсичные мысли в своем мозге, и он воспаляется, увеличивая уязвимость для болезней. Эта проблема — мы отравлены. Дух токсичности подобен вирусу, такому как вирус Эбола или вирус птичьего гриппа. Он влияет на функционирование вашего разума и вашего духовного развития. Второзаконие 30.19 становится реальностью в современном мире. У ваших решений есть последствия. Пора встать и взять ответственность за решения, которые мы принимаем. Они влияют на наш дух, душу и тело. Они заставляют нас болеть. Они заставляют мир болеть. Нужно признать, что мы больше не можем прятаться. Нужно меняться. Нужно признать влияние токсичного мышления. Мозг контролирует каждую клетку вашего тела. Мозг соединен с сердцем, и вместе они единственные органы, которые соединяют каждую клеточку вашего тела. Все остальные части вашего тела соединены разными способами, но мозг контролирует каждую клеточку вашего тела. Мы — три единые творения. У нас есть дух, душа и тело. Мы созданы так, что дух контролирует душу, а душа контролирует тело, а дух святой контролирует все это. От духа святого к духу, затем к душе и затем к телу. Ваша душа — это сфера вашего разума. Ваше мышление, чувства и решения меняют физическую структуру вашего мозга. Это показывает наука о мозге. Это открывает Бог через научные открытия. Они показывают, насколько Бог невероятен. Они подсказывают, что Бог дал нам тело не для плохого самочувствия, не для внешнего вида и не для того, чтобы нам было непросто. Он дал нам наш мозг и тело, чтобы мы могли приблизиться к нему. Применение правильного отношения может превратить негативный стресс в позитивный. Ганс с Алье. Когда вы принимаете решение, ваш сильный разум строит последствия. Жизнь и смерть предложил я тебе. Избери жизнь. И если вы не изберете жизнь, вы изберете смерть. О чем бы вы ни думали, это станет физической материи, и вы будете действовать, исходя из нее, пока не обновитесь и не перенастроите свой разум, как это сказано в Римлянам, 12 главе, 2 стихе. Искаженный сигнал тоже вызывает экспрессию генов. Научно мы обнаружили то, что, говоря простым языком, белки складываются неправильно. Вместо того, чтобы делать то, что нужно, знания складываются неправильно, выглядят не так и действуют не так, как нужно. Мы по-прежнему строим материю, но... Я купила это на Хэллоуин в Далласе. Оно отлично отражает концепцию токсичной мысли. Мы видим отличия внутри мозга тех людей, которые мыслят негативно, тех, кто в депрессии, и людей в негативном состоянии. Все это отражается на мозге. Наш разум — это сфера души. Одной ногой стоит в двери духа, а другой — ногой в двери тела. Решения, которые мы принимаем, влияют на наше тело и влияют на наш дух. Ни одна мысль не безвредна, поскольку, когда вы думаете, вы автоматически влияете на физическую сферу и меняете свой мозг. Каждую секунду вы физически меняете структуру вашего мозга, а также либо развиваете, либо не развиваете свой дух. Если вы решаете читать Библию, применять ее к жизни, то это решение разума. Вы настраиваете свой мозг, и это приносит ему здоровье, и в то же время вы развиваете свой дух. Противоположность, когда вы решаете раздражаться на транспорт, на работу, и с каждым днем раздражение все растет. Это тоже решение разума. Оно становится физической материей в вашем мозге, которая вызывает воспаление, токсичность, болезни вашего тела. Это также влияет на ваше духовное развитие, потому что, оставаясь в раздражении, вы блокируете свое сознание, свою интуицию и общение с Богом. Вы не развиваете свой дух. Мысли, которые мы строим, — это внешние захватчики в нашем теле. Исследования показали, что иммунная система откликается на токсичную мысль, построенную вами при принятии решения. Она стала сигналом, активировавшим ДНК. Наука показала, что когда вы строите мысль, ваше тело отзывается точно так же, как если бы вы порезались, или вы заболели, или подхватили вирус. Когда вы раните себя или подхватываете вирус, ваша иммунная система посылает всевозможные вещества, чтобы побороть заражение. Одно из этих веществ — С-реактивный белок. Этот С-реактивный белок в больших количествах находится там, где есть физическое повреждение или вирус. Иммунная система обильно направляет его туда, чтобы излечить эту часть тела. Если вы порежетесь, то начинается воспаление, и рана опухает. Это часть процесса исцеления. Если исцеление пошло правильно, тогда воспаление, в конце концов, уйдет, и рана заживет. На это нужен примерно 21 день. То же самое происходит в вашем мозге. Исследователи обнаружили, что у нас нет природных настроек для токсичных мыслей. Но когда вы обдумываете одну из них, белки все равно формируются. Но вместо того, чтобы формироваться правильно, белки складываются неправильно и формируют искаженную версию правды. Помните, что мысли, которые вы строите, — это внешние захватчики в вашем теле. Дорогая доктор Лив, на это Рождество я получил от своей любимой тете вашу книгу «Включите свой мозг». Последние два года я жил очень напряженной жизнью, и у меня никогда не было времени читать книги. Последние три дня я читаю и перечитываю вашу книгу, и хочу сказать вам большое спасибо. Я только начал делать первые шаги из книги, и положительный эффект меня изумляет. Окружающие стали хорошо отзываться о моей личности и говорят, что я весь сияю. Это все благодаря вам и руководству в вашей книге, через Бога и науку. Мы все рождены для великих вещей. Спасибо вам еще раз огромное. С лучшими пожеланиями, Дерек. Нашим мышлением, нашим выбором, нашими чувствами мы влияем на развитие своего духа и влияем на здоровье своего мозга и тела. Все мышление в нашем разуме сохраняется в виде мыслей, которые вполне реальны. Они влияют на функционирование нашего тела. Хорошие мысли — это здоровые деревья в нашем мозге, здоровое тело. Все противоположное от неверных решений. Мои мысли только в моей голове. Какая разница, о чем я думаю? Поскольку мы не видим мысли так же, как, к примеру, руки, мы думаем, что мысли безобидны. Но таковых мыслей нет. У мысли есть реальная физическая материя. Если это токсичная мысль или нездоровая мысль, она вызывает повреждения в мозге. С современными технологиями можно всмотреться в эту мысль и увидеть искаженное, увеличенное, воспаленное, ужасное на вид токсичное дерево в вашей голове. Она вызывает всевозможные проявления. Как проявление мы можем увидеть небольшое волнение. Затем оно растет и превращается в тревожность. Эта тревожность проявляется в мозге как воспаление, и можно увидеть, как увеличивается токсичность этой материи. В такой части мозга слишком большой или слишком низкий метаболизм. Рисунок мозга становится аномальным, когда мысль растет. Она влияет на вашу способность разумно мыслить, учиться, и у вас затуманен разум, начинается депрессия. И если не справиться с депрессией, уничтожая токсичные мысли, она может разрастись до уровня клинической депрессии. У вас может быть биполярная депрессия, до 20 приступов в день. Главное, если у вас есть токсичность, она проявит себя. Бесполезно справляться с проявлениями, нужно добраться до корня. А это ваше мышление и те виды мыслей, которые вы строите внутри себя. Каждый наш неверный выбор порождает зависимость. Это зависимость от себя. Это все обо мне. Это я, 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 я. Выслушайте мои проблемы. Это зависимость. У множества людей есть зависимость от я, меня, про меня. Они годами говорят, выслушайте мои проблемы. Ты должен меня выслушать. Я, я, меня. Иисус умер за нас. Бог послал своего единственного сына. Это был жертвенный акт, который помогает нам выйти за пределы себя, преодолеть себя как цели жизни. Мозг человека не создан для зависимости я, меня, про меня. Когда мы впадаем в эту зависимость, наш мозг воспаляется. Это проявляется как депрессия, которая может развиться в биполярное расстройство, глубокую форму депрессии, ОКР или шизофрению, или все эти виды психического расстройства. Я подчеркну, что это не болезни. Исследователи сферы медицинского здоровья называют их заболеваниями, но это не заболевание, это расстройство. Есть разница между болезнью и расстройством. Расстройство можно контролировать, и оно наступает в результате выбора. Как я могу такое утверждать? Это радикальное заявление. Каждое психическое расстройство – это результат сделанного нами выбора. Откуда я это знаю? Я не жестокая. Я не нейрохирург. Я христианка, которая говорит слово, а оно гласит, у вас есть любовь, сила и здравый ум. Библия не говорит нам, что нам даны помутнения, рассудка, зависимости и нездоровые явления в мозге. Бог дал нам феноменальный, основательный мозг и разум. И еще Он дал нам свободу воли. Мы настроены только на любовь. Вы созданы по образу Бога. Ваша естественная норма – совершенство. У вас есть свобода воли, и вы сделали свой выбор. Вы настроились на токсичность. Вы смешиваете несовершенное с совершенным, чтобы уловить несовершенное и избавиться от него. Вам нужно прорваться за 21 день. Бог дал нам науку, чтобы мы научились прорываться. Это имеет для вас смысл? Вам нужно прорываться. Перемены в белках происходят. Через 21 день, когда уже создан зонтик, мы видим, что в мозге появляются прионные белки. Эти белки совершают много поразительных действий в мозге. Они активно участвуют в развитии мозга детей и везде, где строятся ветки мыслей. Множество таких белков работают заодно с другими видами. Когда вы делаете хороший выбор, когда вы выбираете жизнь, эти прионные белки вовлекаются в работу поддержания памяти. Другими словами, они помогают построить долговременную память, чтобы ничего не забывать. Когда вы прорываетесь на 21 день, прионные белки крутятся вокруг зоны вашего зонтика и делают воспоминания самодостаточными. Однако я расскажу вам, что происходит с прионными белками, когда вы принимаете неверное решение. Они сходят с ума. Когда они сходят с ума, вы сами сходите с ума. Да, наверное, вы слышали о коровьем бешенстве. Не обязательно плохие решения приведут к подобной болезни, и у вас не столь быстро. Что за царь стал подобен корове? Новохудоносор? Конечно, это случается не каждый день. Благодать Божья не сократилась. Это экстремальный пример. Тем не менее, ученые обнаружили, что когда вы принимаете плохое решение, прионные белки сворачиваются не так, как должны сворачиваться. Это вызывает токсичность. Мы создаем мысль, но она повреждена, и составляющие ее белки тоже повреждены. Из-за этого иммунная система высвобождает иммунные факторы, думая, что у вас воспаление или стресс. А затем начинается полный цикл болезней. 75-98% современных психических и физических болезней вызваны мыслями. Способность думать — это одна из мощнейших сил во Вселенной после Бога. Способность думать — это действие разума. Все начинается там. Ваш разум — это сфера души. Своим разумом вы принимаете решение следовать за Иисусом, применять Его Слово и быть счастливым. Вы делаете выбор своим разумом. Сделав неправильный выбор, вы ощутите это своим телом. Ваше тело создано распознавать и буквально отвергать негатив. Вы чувствуете это физически. Отвержение негатива ощущается как депрессия, тревожность, волнение, страх. Иногда вы даже чувствуете это телом как простуду. Вы ощущаете выброс адреналина, дискомфорт, напряжение тела. Ощущаете, что тело будто сбилось с ритма. Все потому, что ваше сердце реагирует тем, что вы выделяете те гормоны, которые держат тело в балансе. Вы не ощущаете мир и все те вещи, которые Библия описывает как мир Божий, сохраняющий все помышления о Иисусе Христе. У всех этих духовных истин есть несколько физических составляющих. Своим разумом вы применяете духовную истину, и вы ощутите последствия в своем теле, потому что таким образом вас и создал Бог. Тренировка для мозга. Какое из этих предложений правильно? Желток яйца белый или желток яиц белый? Позже мы вернемся с ответом. Здоровые белки выглядят как пушистые розовые структуры. Когда люди делают неправильный выбор, из пушистых и розовых белки превращаются в проволочные щупальца, искапливаясь, формируют сгустки и другие проблемы. В итоге, если от них не избавиться, они приводят к болезням, расстройствам и всему тому, что отнюдь не Божья норма. Решения, которые вы принимаете день за днем, влияют не только на ваш дух, душу и тело, и не только на людей вокруг вас. Эти решения сохраняются вплоть до третьего-четвертого поколения. Вы читали в книге «Исход» о том, что Бог наказывает вину отцов в детях до третьего-четвертого рода. То же самое Писание говорит, что мы не ответственны за решения наших праотцев. Похоже на противоречие. Наука доказала, и это называется эпигенетикой, что наши решения сохраняются и передаются следующим четырем поколениям. Так что в вашей голове есть материя от вашего пра-пра-пра-пра-дедушки. Вы можете подумать, вот почему я так поступаю. Та информация, которую я вам только что дала, не дает вам повода плохо себя вести, говоря, «Я ничего не могу поделать, это часть моей биологии». Вы не жертва своей биологии. Вы над своей биологией. То, что передалось вам от прошлых поколений в спящем состоянии, они запечатаны и неактивны. Их можно либо активировать, либо разрушить. Они не истинны, это не вы. Вы просто стали таким, потому что что-то передалось поколениям. С этим можно справиться, если вы знаете о штампах вашего поведения или переживали штампы поведения, которые видели у родителей или знаете из истории семьи. Вы не просто сдаетесь им. Вы способны взять их под контроль и разрушить так же, как молния может ударить ветку и разрушить ее. Вы можете избавиться от этой токсичной мысли. Возможно, вы видите какое-то поведение в семье, например, депрессию, и думаете, мама была в депрессии, папа был в депрессии, бабушка была в депрессии, значит, я тоже буду в депрессии. Само это утверждение — это электромагнитный сигнал внутри вашей головы, который активирует эту наследственность. Вы можете сказать, ладно, я тоже буду в депрессии, либо я избавлюсь от этого и не буду в депрессии. Оба решения — это выбор вашего разума. Он силен, чтобы избавиться от лишнего и привести перемены в тело и дух. Помните, что способность думать — это и есть награда от Бога, это действие разума. Все начинается там. Ваш разум — это и сфера души. Вы сами принимаете выбор, следовать за Иисусом или нет. Итак, как вы думаете, вы можете сказать, какое из предложений правильно? Желток яйца — белый, желток яиц — белый. Решайте. Вот, ответ — ни одно неправильно. Потому что желток яйца — желтый. Я расскажу вам об одном очень интересном исследовательском эксперименте. Группу исследователей поместили в клетку Фарадея. Клетка Фарадея — это специальная комната, которая блокирует все электромагнитные импульсы. Другими словами, там практически полный вакуум. Каждый исследователь держал в руке тестовую тубу, в которой находилась так называемая чистая ДНК. Вы же знаете, что такое ДНК? Итак, каждый должен был войти в комнату с тубой в руке. В другой клетке Фарадея на подставке стояла другая туба с ДНК одна. Туба стояла сама по себе, а другие тубы исследователи держали в руках. Перед тем, как войти в клетку, они посмотрели на ДНК. Она была готова к экспрессии. Экспрессия генов означает, что генный код в ДНК был готов вырабатывать белки и строить материю. Почти все у вас создано из белков. Итак, ДНК протестировали. Они были готовы к экспрессии и отлично выглядели. Поверьте мне, ДНК отлично выглядит перед экспрессией. Исследователи зашли в клетку Фарадея и им сказали думать только о плохом, только о токсичных вещах. Переступив порог комнаты, они должны были жаловаться и думать обо всем негативном и ужасном, что есть на свете. Через какое-то время они вышли и посмотрели на ДНК. Выглядели они ужасно. Когда вы начинаете думать негативно, вы меняете свою ДНК. Посмотрев на ДНК, исследователи обнаружили, что та полностью изменилась. Какие-то ее части скукожились, а то, что должно было отключиться, включилось, и то, что должно было включиться, отключилось. Она была повреждена и начала экспрессию, но начала ее с большими отклонениями. Самое интересное в этом исследовании — то, что были взяты одинаковые ДНК. Одну часть поместили в тестовые тубы и взяли вместе с собой в клетку Фарадея. Другую также поместили в тубу, но закрыли в клетке одну, без присутствия людей. Чистая ДНК очень хорошо выглядела до эксперимента. После эксперимента вторую ДНК никто не трогал, но она тоже скукожилась и отключилась. Другими словами, исследователи влияли сами на себя, влияли на ДНК, которую держали и влияли друг на друга. Также они влияли на ДНК, которая была так далеко изолирована от них. Во второй раз исследователей отправили в ту же клетку, сказав намеренно думать о хороших, позитивных вещах, держа эту ДНК. После того же отрезка времени их выпустили и вновь посмотрели на ДНК. Угадайте, что же произошло в тот момент? Она распухла и была готова к экспрессии. Намерения людей изменяли работу ДНК. То же самое произошло с другой ДНК во второй клетке Фарадея, где ее никто не держал в руках. И так каждая мысль генерирует энергию, которая влияет на вас, на ваше тело, дух и душу, на ваших родных и на ваших окружающих. И послушайте меня, ваше мышление влияет на каждого человека в мире. Сейчас, прямо в этот момент. Решения, которые вы принимаете день за днем, влияют не только на ваш дух, на душу и на тело, и не только на людей вокруг вас. Эти решения сохраняются вплоть до четвертого, третьего поколения. Вы это читали в книге «Исход». Я напомню, что Бог наказывает вину отцов в детях до третьего и четвертого рода. Дорогая доктор Лив, хотела поделиться с вами тем, что сделала для нас ваша книга. Мой муж Брюс участвовал во Вьетнамской войне. Ему поставили диагноз ПТСР и биполярное расстройство. Ему приходилось выполнять приказы, которые оставляли глубокие шрамы в его мозге. До сего дня у него не было надежды, что что-то можно изменить, и вот будто бы включился свет. Нам обоим было интересно узнать, что случилось с его мыслями со временем войны. Теперь мы работаем над новым мышлением и процессом коммуникации. Не могу сказать, что это легко, потому что это не так. Но я очень благодарна вам за вашу работу и вклад в науку и в нашу жизнь. Жаль, что нет времени рассказать вам обо всех чудесах, которые мы пережили в своей жизни. Мы женаты больше 35 лет, хотя, по статистике, из вьетнамских ветеранов из-за ПТСР только 1% пар остается в браке. Бог сохранил нас, и Он — единственная причина того, что мы до сих пор вместе. Спасибо большое за ваше учение. Мы применяем его на практике. Пусть Бог обильно благословит вас. Лори. Мы идем по Веду Лороса, очень оживленной улице. 2000 лет назад людей здесь было еще больше. Они кричали «распни его, распни». Люди сделали свой выбор и приняли свое решение. У этого решения были последствия. Мессия был распят, и Он воскрес. Дьявол не понял последствий для себя. Мы победили благодаря тому, что Иисус воскрес. Главное здесь то, что у наших решений есть последствия. Мы — три единые творения из Духа, Души и Тела. Когда мы принимаем разумом решения, а это то, что делает мозг, эта сфера разума внутри нашего мозга, следует химическая реакция. Последует и духовная реакция в том, как мы функционируем. И есть и физические вещи, повреждения внутри нашего мозга. Эти повреждения проявляются в таких вещах, как тревожность, депрессия и болезнь. 75-98% нынешних психических и физических болезней вызваны решениями нашего разума. У ваших поступков и решений всегда будут последствия. И вы должны об этом четко помнить. Обычный человек обдумывает 30 тысяч мыслей в день. Вы готовы взять их под контроль и включить свой мозг? Меняющие жизнь книги Доктора Лив покажут вам пятиступенчатый процесс преображения вашего ума и изменения вашего мозга. Если вы хотите очищать разум по ходу жизни, у Доктора Лив есть для вас план. 21 день детоксикации мозга — это онлайн-программа, которая поможет вам включить свой мозг за 7-10 минут в день. Узнайте о том, как заменить токсичные мысли мыслями здоровыми. Контролируйте негативное давление и плохие привычки. Держите под контролем волнение и напряжение. Преодолейте депрессию. Просто станьте здоровее. Посмотрите, как 10 минут здорового мышления в день сделает вас счастливее. Мы контролируем наш мозг, а не мозг контролирует нас. Заходите на drleaf.com И наука, и Библия говорит нам о влиянии токсичного мышления. Бог говорит нам не бояться. Он говорит нам думать о хорошем. Об этом говорит Библия, и наука в точности подтверждает то, что сказано в Библии. Бог использует науку, чтобы показать нам, что если мы не возьмем ответственность за наши мысли, если мы не возьмем ответственность за то, что говорим и делаем, это повлияет на наше физическое функционирование, на наш дух, душу и тело, и на людей вокруг нас. Бог поместил нас в тело по многим причинам. Одна из них — это осознание того, что тело способно подсказывать нам, когда мы делаем что-то неправильно. Нам нужно следить за пульсом, повышением кровяного давления, скачком адреналина. Возможно, мы что-то решаем неправильно. Нам нужно быть внимательнее к окружающим и влиянию наших действий на других людей. Помолимся. Господь, я молюсь, чтобы люди понимали и осознавали, какое влияние оказывают их мысли на дух, душу и тело, а также на окружающих и на будущие поколения. Господь, помоги нам понять, что токсичное мышление опасно, что у Него есть последствия, и мы не можем проживать жизнь мысля неразборчиво. Помоги нам быть более внимательными, более сосредоточенными на том, чтобы двигаться по Твоему Слову. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. Я доктор Кэролайн Лив. Спасибо, что были со мной. Я вдохновляю вас включить свой мозг. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...